Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Энклейв за силы Тимы. Девятая миссия, осада ванпоста. Илонский ванпост, ну это же тот самый, с которого мы начинали за силы добра. Сейчас-то и мы им покажем с помощью, ну пожалуй да, колдунью можно. Именно колдуньей мы там всех и выстроим. Ключевый момент это Тима отчаянна, вот этот посох. Ну или Кислотные Слезы, конечно, мы будем пользоваться только первым. Средний доспех, изделие здоровья, ну все такое. Начинаем игру. Что же нам там за миссия? Илонский ванпост, осада ванпоста. Замечательный день для битвы. Первое из оборонительных сооружений анклава встретит свою судьбу. Илонский ванпост находится неподалеку от узкой части разлома, зажатой между утесами. Вы должны проломить ворота ванпоста и поднять драготарский флаг над его башней. Вроде бы все просто. Мы взяли флаг Тимы. Ха-ха-ха. Ребята справляются. Нас прикрывать, ворота взрывать. Да. Ну прежде чем мы начнем их прикрывать и взрывать ворота, чтобы потом не возвращаться, заберем денежки, которые тут раскиданы. Кем-то. Вообще, кем тут все раскиданы? Деньги, камни. Ну, понятно, что гейм-девелоперами, но... Если так, по логике вещей, кто-то же их тут раскидывает. Почему вот так вот идешь, идешь, идешь в самый крайний угол? И тут на тебе вдруг синий камень. За 60, нет, за 50 золотых. Почему он там лежит? Ну, ясно, положил тот, кто создавал уровень. Но если предположить, что это такой мир, почему там вот так вот просто валяются всякие камни? Ну, в общем, ладно. Задача. Разбить... Разбить... Сначала шпили башен, потом сами башни и в самую последнюю очередь ворота. Потому как... Потому так как надо так. Если мы разбиваем ворота в первую очередь, ребята с осадной башней... С осадной башней. В общем, вот эти два бравых орка с осадной башней начнут двигать ее к воротам и перекроют нам вход во врата, и мы не успеем забрать камушек, который там лежит. Особенно радует отсутствие прицела. А что ж такое? То недолет, то перелет. Складывается впечатление, что нас не любят. Боже мой, наконец-то. Теперь че? Надо успеть быстрее, чем башня прикроет выход к вратам, забежать туда и взять белый камушек. Собственно, это основное, что тут надо успеть. Ну да, правда, вот эти ребята, они могут мешать. Можно от них уклониться и просто пробежать. В итоге их все равно затопчут вот эти врата, шипами забьют. Но ведь мы их можем тоже устранить. Тут не абы кто, а мега колдунья. Вот этот белый камушек, вся проблема была об нем. Не успели, вы туда, скорее всего, не пролезете. Либо упадете, либо еще что-нибудь. Либо застряните там во вратах, если вас закроет осадная башня. В общем, сплошные неприятности, если не успеть. Ну, вроде мы успели. Теперь у нас будут другие сплошные неприятности. Это злобные колдуны и лучницы. Самое зло это колдуны и лучницы. Особенно колдуны. Конкретно он там один злой. Остальные так себе чебурашки. Да и лучницы не особо злые, если не попадать им прямо вот в их... Им на траекторию полета и иенных стрел. Так, все, мы взяли тут два мешочка с деньгами. Обратно на эту стену мы уже не вылезем. Поэтому все, что надо было забрать до этого момента, надо забрать было до этого момента. Потому что мы сейчас спрыгнем во двор и больше не вернемся к старту. Где-то вот тут лучница. И надо ее по возможности... Как можно лучше отпотрошить издаля. Так я не понял. Убили мы ее? Нет. Кажись, нет. Вон она прыгает тоже. Чем хорош вот этот посох тьмы, что он... Ну, как бы... Накладывает проклятие. Скажем так, доту. Ну, в смысле... Не дота 2, а... Дэмэдж... Ладно. Овертайм. В общем, как отравление. Которое потихоньку тьма разъедает врагов. Это хорошо. Когда мы играли за силы света, этот... Колдуньи или Личи вот с этим посохом, это было одно из самых печальных мест в игре. Итак, мы прошли первый дворик. Почти что без потерь. Почти, конечно, не считается, но все-таки... Еще один мешочек. В перспективе нам надо войти двери. Но, пока мы не подберем ключ с мобов за теми дверьми, мы ничего не сделаем. Так что... Согласно скрипту, двери взрываются. И желательно всех мобов как-то вот так вот подрастреливать. Не заходя в тот двор. Ну, пока можно. Опять же, следить за тем, сколько маны. Если мы играем в колдуньи, маны, это довольно проблематично, если она резко вдруг кончится. А враги рядом. Не стрельнуть, не взрыв сделать. Привет. Видите, как я аккуратно пытаюсь их... Это так называется, аккуратно из-за угла. Чтобы далеко не отходить от этих врат, они закроются, если мы слишком далеко уйдем внутрь этого дворика. Вот, кстати, лич. Союзный лич. В смысле, мы его можем освободить, но он нам не поможет. Он тупо свалит. Или это личиха. Так, вот, все, аккуратней, аккуратней. Оу. Плюс эти черные сгустки тьмы, они еще как бы почти наводящиеся. Понятно, что почти не считается, но все-таки. Ахахаха, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Ну, даже не знаю. Вот, будем так играть потихоньку. Туда-сюда. Все. А, так, теперь плохо. Теперь будем играть вот так. Так, кто теперь появится? Неужели маги? Да, теперь маги. Маги вещь тоже неприятна. Но эти, ладно, не просто шмалят молниями. Да, их немало вроде. Но бьют они эти молнии не так, чтобы критически много или больно. Опять же, они противно уворачиваются. Да ладно, мы это немножко нивелируем тем, что у нас вроде как наводящиеся сгусточки тьмы. Наводящиеся это условно. Так, стоп, надо убежать с этой стороны, потому что, когда он сдохнет, как раз с той двери выйдет еще парочку героев. Причем, это как раз те, это те вышли, кем мы играли за силы добра, когда начинали. Ну, вот рыцарь, или кто там был воин, ему в помощь была лучница. Вот все точно, как мы играли за силы света. И мы тоже выходили за этой двери во дворик. Только тут пушка стояла, и надо было проломить дверку вот эту. Как-то так. Даже можно активировать точку сохранения, но поможет ли она нам, это уже вопрос. В общем-то, все решится на следующем мобе. Ах, да, надо открыть дверь. Ключ там мы подобрали, но он... Как бы вот так вот странно. Сюда вроде как вставляется ключ, и тогда только нажимается рычаг. Так, теперь будем пытаться что-то сделать с магом. Как вариант. Не очень вариант. Впрочем... Знаете, получилось. Воу-воу-воу, что так ее трясет-то? Надо срочно выпить бютилочку. Их осталось всего три, но думаю, это еще терпимо. Ну, теперь в бой. Будем надеяться, что дальше-то мы уже пройдем. Ключ мы взяли с трупа мага, и... Как бы вот. Это простая лучница. Она как глупая стоит на ящике, и... В общем, не двигается. Соответственно, легкая мишень для рейндж-атаки. Ну, а у нас рейндж-атака, это же колдуньи. Так, тут кучка народа. Давайте мы как-то попытаемся их отвезти во двор, потому как... Потому как потому. Хорошо, еще осталась там лучница. Не так, чтобы сложная, но все-таки это лучница. Ну, я бы даже сказал, хорошо. Ну, это еще не все проблемы. Проблемы начнутся еще на лестнице, к которой вот мы к ней подходим. Так, денежка собирается. Ну, тут два мага. Это, в общем, не сложно. Даже можем их... ...вызвать на лестницу. О, вернее, сюда попытаться. Но магия это... Нет, это не страшная штука. Эти конкретно магии... Они не больно. Электрические какие-то. Дешевый аналог Тесла воинов. Китайский. Так, вот теперь пьем... ...пюзерек. И... Ну, вот, не знаю. Теперь две лучницы. А вот лучницы, это позлее будет. Ну, не появится только когда-то мы... ...пройдем. А, дверь открывайся быстрее. Мы должны убежать. Что-то не видать никого. Ну, где же... Вот, одна бесновица там. О, это не лучница, это... ...мечник. Мечник тоже. А вот и лучница. С мечником-то разобрались. Это вроде не... Ну, мечник это, сами понимаете, вещь простая. В том плане, что... Ой-ой-ой-ой, вот, лучницы, если мы попадем на ее пять стрел... ...или сколько она там испускает. Это очень плохо. Ну, походу, остается из проблемных одна лучниц. Вот, она сразу к нам и подошла. Что радует. Все, до свидания. Все остальное, по идее, особой проблемы не представляет. По идее. Ну, это еще как мы... ...посмотрим, как мы пройдем. Наша задача пройти так, чтобы не потерять ни единой монетки. Уровень сложности средний. Если мы погибаем, теряем десять монет и они не восстанавливаются. Ну, в этом уровне надо проходить заново. Что он все устроил тут? Так, вроде с этим разобрались. Теперь... ...340. Еще будет два мешочка с деньгами. Наверное, один кристалл, который выпадет с последнего... ...ну, типа босса. Вот сейчас веселая история. Это последний маг. А, два кристалла будет. Маг, не маг, друид. Друидиха. Ее надо сразу, пока она не очухалась. Жахнуть из всего, чем можно жахнуть. Тоже, что она тупит. И мы ее тупо добиваем в спину. Но перед этим мы ее хорошенько жахнули вот этим взрывом. Вот таким. Так, это, если не ошибаюсь, из злых мобов последний. И, конечно, еще будет тут рыцарь. Но его можно сверху тупо расстрелять. Вот мы, собственно, и забрались на башню аванпоста. Я так подозреваю, что вверху мы найдем еще два мешочка с деньгами. Обязаны их найти? Да. И остается всего 50, которые как раз появятся. Вот. И флаг мы подняли. И внизу вылез дядька-рыцарь. Который мы пробуем тупо расстрелять. Ой, не, я не ту кнопку жму. Поэтому это действительно тупо. Привет! До свидания. Собственно, и все. Рыцарь оказался довольно прямолинейный. И не стал даже стрелять из арбалета. Хотя у него, по идее, должен быть. 500 из 500 мы собрали. Теперь главное не подохнуть где-то случайно. На пути к порталу. Тут, кстати, могут появиться опять какие-нибудь лучники или еще что-то. В общем, поаккуратнее надо. Вот, пожалуйста. Ни копеюшки потерять не надо. Куда она делась? Спрыгнула вниз? Это может. Ой, хорошо. Какая умничка. Сама и сдохла. Тут кто? Тук-тук. Вроде тихо. Ну, это может быть обманчиво. Тишина. Ну, конечно. Че ты там прячешься? Иди сюда. Выходи. На ратный бой. Смертный. Смертный бой. Ратный. Так, что это тут тоже тишина. Надеюсь, портал уже тут. Портал. Да, вот он. Все, уходим с этой проклятой миссии. Я на ней застрял дней на пять. Пока не прошел колдуньей. Ну, собственно, вот. 500 из 500 возможных. Ну, в захваченной крепости вы нашли золото. Бла-бла-бла. Новое задание. Новое задание. 10. Великая стена. Пускай. И новый персонаж. Лич. Да, ради бога. И кат-сцены, походу, нет. Отлично. Что будет дальше? Мы узнаем в следующем эпизоде. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.